Дисциплина термодинамические основы циклов теплоэнергетических основов. Практическое занятие 7. Расчет цикла поршневого двигателя внутреннего сгорания, цикл двигателя с изохорным подводом теплоты. Преподаватель Батраков Петр Андреевич. Задача. Для поршневого двигателя внутреннего сгорания с изохорным процессом подвода теплоты определить параметры давления и температуры рабочего вещества в узловых точках цикла, установить влияние степени сжатия на термический коэффициент полезного действия двигателя. В расчетах принять значение давления в точке 1 равное 0,1 мегапаскаля, температура в точке 1 283 градуса кельвина, давление в точке 2 равное 1,4 мегапаскаля, степень повышения давления принятия равной 1,3 мегапаскаля, считать показатели адиопаты воздуха и продуктов сгорания воздуха равным 1,41 мегапаскаля. Для начала запишем дано. Давление в точке 1 равное 0,1 мегапаскаля, температура в точке 1 283 градуса кельвина, давление в точке 2 1,4 мегапаскаля, степень повышения давления лямбга равная давление в точке 3 делено на давление в точке 2 равное 1,3 мегапаскаля. Показатель адиопаты к равняется 1,41 мегапаскаля. Нам необходимо определить параметры давления температуры в каждой точке. То есть получается давление в точке 3, давление в точке 4, температуру в точке 2, температуру в точке 3, температуру в точке 4. Определить степень сжатия и термический коэффициент полезного действия. Для начала перейдем все в единую систему СИ. Давление 0,1 мегапаскаля, переводим 0,1 на 10 в шестой паскаля. П2 равняется 1,4 на 10 в шестой паскаля. Остальные значения соответствуют системе СИ. Для того, чтобы определить положение точек, начертим график ПВ-диаграммы. Так как двигатель поршневой с изохорным процессом теплоты, процесс выглядит следующим образом. 1,2. Адиабатное сжатие. 2,3. Изохорный процесс сжигания топлива. 3,4. Адиабатное расширение. 4,1. Выпуск. Мы получили примерный цикл двигателем древесгорания с заходным подводом теплоты. Определяем параметры в каждой точке. Точка 2 прилежит отрезку 1,2, который является адиабатным процессом. Первое, что мы можем определить, степень сжатия. Степень сжатия у нас равняется отношениям В1, В2. Объемов нам неизвестно. Но мы можем выразить их через давление. В1, В2. В адиабатном процессе будет равняться П2 на П1. В1, В2 будет в степени К. Следовательно, П2 на П1 будет равняться ε в степени К. Определим степень сжатия. П2 на П1 в степени корень из К. Получается 1,41. П2 у нас равняется 1,4 на 10 в 6. Деленное на П1. 0,01 на 10 в 6. Получается, степень сжатия будет равняться 6,59. Также мы можем выразить температуру в точке 2. Для этого воспользуемся следующей формулой. Т2 на Т1 будет равняться В1 на В2 в степени К-1. Или ε в степени К-1. Следовательно, мы можем выразить Т2 как Т1 умноженное на ε К-1. Получается 283 умножаем на 6,59 в степени 1,41 минус 1. Получается 601 градус К. 601 градус К. Определяем дальше. Точка 3 процесса 2,3 находится по изохоронному процессу. Для определения П3 на П2 мы можем воспользоваться степенью повышения давления, которая нам известна лямбда. Следовательно, П3 будет равняться лямбда, умноженное на П2. Подставляем 1,3, умножаем на 1,4 на 10 в 6. Получаем 1,82 на 10 в 6 паскаля, либо 1,82 мегапаскаля. Температуру в точке 3. Определим последней формуле. Т3 деленное на Т2 равняется П3 деленное на П2 и будет равна Т3. П3 умноженное на Т2 деленное на П2. Получается 601 умножить на 1,82 деленное на 1,4. Получается 780 на 0,3 градуса К. Далее определим процесс 3,4 по точке 4. Он лежит в радиобатном процессе. Для определения П4 деленное на П3 воспользуемся следующей формулой. П4 деленное на П3 равняется В3 на В4 в степени К. В3 на В4 у нас будет равняться В2 на В1 в степени К. Или мы можем писать 1 на Эпсилон в степени К. Выразим П4. П4 будет равняться П3 на Эпсилон в степени К. 1,82 деленное на 6,59 в степени 1,41. Получается равное 0,13 мегапаскалей. Выразим Т4. Т4 на Т3 будет равняться В3 на В4 в степени К-1. Или В2 на В1 К-1. Или 1 деленное на Эпсилон К-1. Следом Т4 будет равняться Т3 деленное на Эпсилон К-1. И будет равняться 781,3 деленное на 6,59 в степени 1,41 минус 1. И получается равное 367,5 К. Далее определим термический коэффициент полезного действия цикла. Коэффициент полезного действия цикла будет равняться 1,1 деленное на Эпсилон К-1. И будет равняться 1 минус 1 деленное на 6,59 на 1,41 минус единица. И будет равняться 0,52. Или можем записать натуральное значение ТВ. 0,52 умножаем на 100%. Получаем 52%. Записываем ответ. Значение Эпсилона соответствует 6,59. Коэффициент полезного действия составляет 52%. Значение температуры в точке Т2 601 градус Кельвина. В Т3 780 1,3 градуса Кельвина. И Т4 367,5 градуса Кельвина. Давление в точке Т3 равняется 1,82 мегапаскаля. И давление в точке Т4 равняется 0,13 мегапаскаля. Задание для самостоятельной работы.